Наступивший 2022 год объявлен президентом России годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Все новогодние праздники в каждом поселке округа проходили театрализованные представления, русские забавы, шуточные состязания. На лесной опушке в Октябрьском глава округа Владимир Ружицкий дал старт параду санок. Он проходит в рамках фестиваля «Новогодние традиции» и программы губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Зима в Подмосковье». Я смотрю, у нас там впереди ребята приготовились к саночному забегу. Поэтому с вашего разрешения давайте дадим старт на саночный марафон. На старт! Внимание! Марш! Павел Редькин, как настоящий Емеля, приехал на фестиваль на печке. В ней дрова, а на паше теплый сюртук и щука под мышкой. Вместе с семьей они не только успели смастерить необычные сани, но и весело встретили Новый год. Очень хорошо запускали фейерверки, звали кого-то в гости. Жду и селье победы. Также для гостей праздника устроили концерт творческих коллективов посёлка. Бег в мешках, игру в городки, перетягивание каната, семейные эстафеты и хоккей в валенках. Несмотря на мороз, мерзнуть было некогда. Но если кто-то всё-таки азяб, мог согреться горячим чаем с пряником. Луиза Игиазарян, Ирина Иванова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.